Квартира Соседи признаются, что в их общежитии наконец станет намного спокойнее. Если раньше две сестры чуть ли не каждый день устраивали бурные вечеринки с алкоголем, мужчинами и драками, то сейчас они предвкушают тишину и покой. Немного стало тише, спокойно, на месте соседей здесь, спокойно, их нету здесь, и нету, и нету, ладно. В квартире остались мебель и хлам. Хозяева забрали с собой только самое необходимое. Приставы описали все имущество перед тем, как заварить дверь. Работники управляющих компаний «Стройхимсервис» увезти на хранение решили только технику. А диваны и шкафы, по словам директора дома управления, скорее всего, они вывезут на свалку. На сегодняшний день за услуги ЖКХ горожане задолжали управляющим компаниям более 350 миллионов рублей. В Нижнекамске это первый случай выселения, когда взамен собственникам не предоставляется другое жилье. В этом деле довести все до конца помогли соседи, говорит специалист департамента ЖКХ. Такие обращения к нам поступают, мы также направляем предупреждение и по наиболее злостным случаям, естественно, также будем отрабатывать. Жилье останется за детьми должников, которые прописаны по данному адресу. Ну а если выселенные собственники снова решат вернуться в свою квартиру, то сделать это будет практически невозможно. Сейчас квартиру должников заваривают намертво, возможно, в скором времени по решению отдела опеки и попечительства ее передадут во временное пользование работникам управляющей компании, которые до совершеннолетия детей, которые прописаны по данному адресу, будут приводить данную жилплощадь в порядок и оплачивать долги. Вера Муратова, Максим Галинзянов, Новости Татарстана.